Мы закончили с созданием геометрии. Теперь давайте займемся настройкой освещения сцены. На виде Left создайте стандартный источник света Target Direct, прямой направленный. Расположите его так, чтобы свет падал под углом к нашему зданию. В закладке Modify убедитесь, что источник света включен. А также включены его тени. Тип теней установите в V-Ray. Интенсивность источника света задайте равной 5. В свитке Directional Parameters размер светового пучка увеличьте до 5 метров. Для того, чтобы он полностью перекрывал наше здание. В свитке настройки теней V-Ray включите тип теней Area Shadow и увеличьте все значения до 500 мм по всем осям. Количество подразбедений можно увеличить до 3. Этого будет достаточно для тестового рендера. Теперь в окне проекции Top сверху создайте направленную камеру Target. При помощи инструмента Select and Move задайте начальное положение камеры и ее цели. В закладке Modify измените такие параметры камеры, как размер линзы до 20 мм, Field of View поле видимости до 85 градусов, чтобы в поле зрения камеры попадала большая часть помещения. Теперь раскройте редактор материалов, выберите любой слот, дайте ему название здания и поменяйте тип материала на многоуровневый. Подтвердите отмену предыдущего материала. А теперь давайте сделаем настройки самого рендера. В закладке Common, Общие, размер изображения уменьшите до 320х240. Мы делаем настройки для тестовой визуализации, поэтому все настройки будут низкие. Раскройте свиток Assign Render и выберите V-Ray. Включите Frame Buffer. Отключите сглаживание, оно нам при тесте не понадобится. Включите не прямолинейное освещение, а предустановки Radiance Map поставьте на очень низкие. В закладке Settings уменьшите максимальную глубину дерева до 20. Вернитесь в закладку V-Ray и, раскрыв свиток Color Mapping, поставьте тип экспоненциальный. Значение гаммы увеличьте до 2,2. Вернитесь к нашему материалу, поставьте число материалов равным 4 и назовите первый материал, потолок. Войдите в него и задайте ему тип V-Ray материал. Измените его диффузный цвет до почти белого. Выйдите в родительский материал, назовите второй материал стены, войдите в него, также назначите тип материала V-Ray и снова поменяйте диффузный цвет, в этот раз на светло-зеленый. Снова вернитесь в родительский материал и снова дайте название третьему дочернему материалу, плинтус. Тип материала V-Ray и диффузный цвет, темно-коричневый. ЧАСТИ Продолжение следует...